Друзья, я вас приветствую на канале Сложно-Просто. Меня зовут Сергей. И сегодня тема упражнения с Манго Ди Би. Ну, это такой частный случай. Вообще хотелось бы поговорить немножко про базы данных. Совсем немножко, да, какие типа бывают. Давайте переключимся на следующий слайд. Но, кстати, перед тем, как начать, хочу напомнить, что желательно подписаться на канал, чтобы получать уведомления. Ну, в общем, вы все это знаете. Ладно, неважно, поехали. Смотрите, базы данных бывают разные. Бывают традиционные базы данных, бывают новые сферы, так называемые документоориентированные. У них разные принципы работы с данными, разные принципы хранения, разные типы запросов, которые используются. И, в общем, все у них разное. И от того, что они сильно отличаются, у них разная производительность, соответственно. Что, собственно говоря, не секрет. Если говорить про реляционные базы данных, такие как Microsoft SQL, Postgres SQL, не знаю, что там еще, MySQL, SQL Live, то, так или иначе, там используется из-за вопросов SQL, который нужно писать специальным образом, чтобы базу не нагружать. Понятно, что можно на миллион записей сказать select звездочка from и получить все запросы. Ну, вы же понимаете, что никому никогда не нужно на одной страничке увидеть миллион записей. Или, ну, в общем, вы мне понимаете. Если говорить про NoSQL, база данных, то они документоориентированы, если так можно выразиться. Наверное, можно, да? Потому что там основа документ, и в обычный там формат JSON, и запросы, соответственно, строятся при помощи JSON-объектов. Ну, да, наверное, так. JSON-нотации, да? Ну, JSON-то есть нотация, но неважно. То есть, вы пишете JSON-запрос и выключаете в обратную JSON. Это удобно, это быстро, но структура хранения баз данных немножко, сильно, вернее, отличается от реляционных баз данных. Там таблицы, там коллекции, в общем, и связи. Вот если говорить про реляционные базы данных, то там есть связи между таблицами, и хорошо и правильно оптимизированный запрос на SQL может выполниться очень быстро, выдернув из разных таблиц, связанных, нужные, собственно говоря, данные. Если говорить про NoSQL, то, как таковых, наверное, связей там нет. Но они, естественно, существуют, и вам нужны связанные данные. Ну, в общем, смотрите, вообще NoSQL как бы не предназначен, потому что там нет реляции, и поэтому он не предназначен для сложных запросов. И отсюда был вывод, что реляционных баз данных хранятся хорошо данные, а MongoSQL, например, или Cosmos DB, они NoSQL, и они работают быстро. Вот если говорить про специфики применения, да, можно и в SQL складывать статистические данные, можно и, в общем-то, и в NoSQL складывать статистические данные, но в NoSQL они будут попадать быстрее. А вот агрегировать их уже будет сложнее, поэтому я много раз встречал варианты, когда для сбора данных существует NoSQL, то есть как прибили, так и держится, то есть как в том-нибудь, все валится в базу, быстро пишет, супер круто, а потом где-то на низком уровне вот эта вот обработка уже раскидывает в нужные для хранения, там, с нужными обработками в SQL данные, ну, в смысле, ну, допустим, там, я не знаю, в MySQL или там, в Postgres SQL. В общем, это так, да, то есть пример применения, ну, вот если вы, допустим, вы используете новый SQL для хранения данных, и агрегацией, и управлениями, то вот на сегодня мы сделаем такие проверки. Мы знаем, что NoSQL очень быстрая, ну, и у нас сегодня задача стоит в следующем. Если NoSQL очень быстрая, то как влияют разные типы запросов на ее производительность, и вообще влияет ли. Вот. Ну, я подготовил проект, новый, чистый, только что созданный, на Дутнет 7, и давайте переключаться на него, посмотрим, что я там наделал. Итак, друзья, это просто вновь созданный проект из шаблона, который позволяет делать API. Что здесь есть? Здесь есть Swagger, есть Endpoint, есть... И все, собственно говоря. Я, ну, комментарий, конечно, поудалял. Здесь есть вот этот U-Wodule, который называется, ну, модель, которая называется Weather Forecast, есть контроллер по дефолту, которым есть один метод Get Data, есть какая-то это, ну, и оно генерируется, вот этот ренж, собственно говоря, случайным образом, показывается на UI, мы сейчас это проверим, запустим. Здесь я удалил все лишние плаг-профайлы и оставил только один HTTP. Все, собственно говоря. А, ну, единственное, что я еще установил Mongo Driver, для того, чтобы, ну, иметь доступ, иметь возможность подключиться к MongoDB. Давайте запустим приложение, собственно говоря, вот так вот оно выглядит, чистый новый проект, давайте дернем пару раз метод, смотрите, все, как бы, случайно шарахается, работает. Вот такая штука, давайте из него превратим приложение в то, которое сможет, собственно говоря, постучаться к базе данных. Я, кстати, надо сказать, установил уже MongoDB, и, ой, сейчас, секунду, вот здесь вот была. Вот, я установил вот MongoDB через, ну, в докере, короче, чтобы оно болталось, чтобы не мешалось, и это, на самом деле, удобно. Если потребуется, в комментариях напишите, я скину скрипт для докерфайла, который можно легко установить. В общем, все как обычно, все нормально, теперь давайте проделаем некоторые манипуляции. Здесь мы будем писать некоторые данные. Значит, для того, чтобы начать, давайте все позакрываем, для начала нужно, ну, давайте сделаем такую штуку, которая называется настройки MongoDB, да, то есть для подключения, и я вот так вот сделаю Shift-F2, как обычно, ну, я вот так обычно C-Sharp пишу, и пусть у нас здесь будет файл. Вот таким вот быстрым способом я его создал. Что здесь есть? Здесь название базы данных есть, название имя пользователя, репликация, в общем, есть некоторые нюансы там, подключения, хост, ну, в общем, это нам нужно как-то это самое. Давайте теперь перемену его файл, пусть он тут лежит. Теперь нам вот эти вот штуки нужно получить вот здесь. Ну, и для этого я создал такую секцию, в которой есть юзернейм, есть пароль, ну, это стандартный мой пароль, здесь порт по умолчанию, и я здесь добавил название базы данных, вот MongoDB, которое называется Performance. Ну, или Performance, не знаю, как вам, Performance, хорошо звучит. В общем, у меня теперь вот эту штуку нужно наполнить вот этими данными, и это я сделаю вот здесь. Давайте вылечить, у нас здесь генератор. Я вот таким вот образом подключаю конфигурацию, секцию из вот этого файла, то есть из файла настроек, конфигурирую Manga Settings из этой секции. Ну, в общем, тут тоже все просто, для того, чтобы можно было в тот самый контроллер, вот сюда вот, теперь написать так вот, iOptions MongoDB Settings, ну, чтобы мы могли к ней достучаться. Пока назовем Options, здесь сделаем private readonly mongo db settings, назовем ее по образу и подобию с подчеркиванием, и здесь скажем, что в конструкторе вот этот вот самый mongo db settings, raveen options.value, ну, вот таким вот образом. Теперь у нас есть настройки, которые мы можем применить для создания подключения к уже существующей базе данных. Ну, теперь для подключения самой базе данных мне нужен много клиент, ну, давайте я создам здесь, давайте я вот это, наверное, сверну, вот, она как бы и вмешается, эта штука, вот, и создам вот этот самый readonly mongo client, я назову его клиент, и, соответственно, мне теперь нужно как-то его получить. Я буду получать его в конструкторе, чтобы на все методы был один и тот же экземпляр клиент. Вот, давайте сделаем, нам нужен какой-то метод, который будет регенерировать из настроек вот этот самый mongo client, и я вот сюда его загубенил, ну, вот такой вот метод, что он делает? Он создает mongo client, читает, вернее, создает mongo client settings, давайте какую-то штуку красивую сделаем, mongo client settings, читает их из как раз файла настроек, то есть из опшенов, вот здесь вот используется юзернейм, здесь используется его паспорт, здесь, соответственно, включается логирование, здесь подключается реплика, здесь как раз берется та самая база данных, в общем, которую мы и будем использовать, ну, и на выходе вот как раз mongo client с этими параметрами прилетает, соответственно, теперь я смогу нажать вот такой mongo client, он у меня будет при каждом вызове контроллера создаваться, далее, что мне нужно сделать, далее мне нужно получить коллекцию, с которой я буду работать, ну, давайте я тоже получу ее быстрым способом, вот так это примерно работает, то есть для начала мне нужно получить от клиента базу данных с названием, которое берется из mongo database name, дальше коллекция, ну, и вот один из плюсов, почему подчеркивание лучше, чем дес-указатель, решаппер, например, знает, что если подчеркивание, то он точно будет создавать поле, это всегда однозначно, в отличие, если этого подчеркивания нету вначале, тогда он начинает ерепениться, ну, ладно, не важно. Теперь у меня, смотрите, есть клиент, который получает базу данных, который создает коллекцию, и к этой коллекции мы, собственно говоря, и будем писать запрос. Ну, давайте, наверное, вот этот запрос берем, он мне, собственно, не нужен, ну, потому что он мне бесполезен, ну, для начала мне нужно как-то подключиться к MongoDB и сгенерированные вот эти вот в предыдущем запросе данные впендерить путем фронтального метода, как говорится, в базу данных. Ну, и метод я назвал generateData, в него пропихивается количество записей, да, которые я буду запихивать в базу данных, здесь у нас логирование, здесь тот самый метод, который был в предыдущем удаленном методе, и вот эти вот данные мы запихиваем вот в эту коллекцию, и потом получаем количество записей из этой, собственно говоря, коллекции, и выводим в логер, ну, и, соответственно, в консольное приложение выводим информацию о том, что было создано и сколько теперь их есть в базе данных. Возвращаем окей, в общем, тут все на самом деле просто, теперь мы можем проверить, что это работает, ну, и в том числе подключение тоже. Давайте запустим проект, у нас есть, generateData, нажимаем try, давайте, давайте проверим, что у меня сейчас это пусто, да, на самом деле, вот сейчас пока ничего нет, давайте положим, ну, например, 100 записей, окей, где-то тут есть консольное приложение, да, есть информация о том, что мы положили 100 теперь в базе 100, сейчас обновим, да, появился performance, ну, и, в общем-то, что можно сделать, можно сделать, следующее, давайте напишем какой-нибудь query, use, performance, и, соответственно, можно теперь написать db, weathercast, count, насколько я помню, count documents, хорошо, что есть подсветка синтаксиса, нажимаем f5, да, у нас их 100, а если я напишу вот таким вот образом find, и выполню этот запрос, то у меня вот они все 100 записей, ну, вернее, вот они все, все 100, обратите внимание, что у нас генерируется вот так называемый summary, да, то есть, разные значения символов, как-то, типов погоды, да, там ветрено, жарко, холодно, и вот по ним мы будем искать в базе данных все соответствия, ну, по примеру, давайте вот таким вот образом. Так, db, собственно, опять, cast, find, здесь нужно запрос, summary, ну, пусть будет, что там у нас, balmy, да, то есть, приятный, мягкий и нежный, и, соответственно, мне нужно отфильтровать по summary, где равняется balmy, и найти count, да, то есть, посчитать, сколько их у меня сейчас в базе, вот я вижу результат 11, ну, и давайте я для всех остальных типов тоже загубеню эти запросы, вот как-то вот так, их у меня 10 штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну, соответственно, если я их вызову, давайте мы сделаем, ну, вот у меня результаты показались, здесь 10, 11, ну, в общем, это один из вариантов отфильтровать, и получить какие-то данные по какому-то фильтр, ну, в данном случае, количество штук, теоретически я могу это написать по-другому, например, weathercast, и написать функцию агрегирования, я хочу сагрегировать все данные, которые у меня по полю summary, и посчитать их количество, но давайте я сделаю вот таким образом, здесь мне нужно сгруппировать, и этот объект группировки будет следующим, мне нужно группировать по summary, ну, вернее, ключом будет вот такой ID, будет summary, а мне нужно сделать total, и я возьму сам, и один, и я не поставил в самом начале, давайте сделаем так, выполним этот запрос, так, я не поставил здесь, и это, как бы, минус, вот таким вот образом, 5, ну, вот у меня, ну, давайте еще отсортируем эту штуку, скажем, что нам нужно сорт, ой, объект, сортируем, как раз тот самый ID, двоеточие, ну, по возрастанию, вот таким вот образом, и я выполню проект, в смысле, request, смотрите, у меня этих 11, этих, в общем-то, то, что у меня показывалось здесь, в общем, только это один запрос. Теперь, когда мы определились, что мы будем искать в базе данных, нам нужно сделать какой-нибудь класс, которым, в котором будем наполнять, соответственно, вот этот вот, данные, полученные вот отсюда, ну, собственно, или отсюда. У нас будет два метода, один будет использовать вот этот вот подход, а второй будет использовать вот этот подход, Но для начала давайте вернемся в Visual Studio И здесь создадим новый класс Давайте я по образу и подобию сделаю очень быстро Назовем его Statistic Result И здесь у нас есть Statistic Item Давайте я его таким образом создам Это будет Public Record И будет он иметь значение Ну допустим String будет Name И пусть будет Long Ну пусть будет Total Вот такой вот класс И вот этот вот Statistic Result Давайте я переименую его вот так вот Даже не переименую, а вот так вот добавлю его Чтобы у меня вот этот вот вот здесь Назывался вот так вот Красиво Вот, что теперь нужно сделать? Нужно сделать два метода, как я сказал Который будет использоваться на разных подходах И для этого вернемся вот сюда Так, Manga Client нам не нужен Create Data пока нам тоже не нужен Вот у меня Get One By One Здесь я сделал то же самое В общем, так это у меня не для группировки Вот смотрите, я через C Sharp делаю фильтрацию по Summary Получаю балл Ну в смысле конкретный тип Читаю коллекция Ну и в общем-то вот как это будет работать в этом методе И потом каждый из айтемов Создаю этот статистик По названию и количеству соответственно Здесь у меня по идее должно быть Давайте для красоты Все-таки сделаем, что это будет Count А, нет Не получилось бы быстро, но давайте не выйдет Вот И соответственно я наполняю этот статистик Result Вот этими айтемами Которые были получены в результате Выборки каждого типа в отдельности И возвращая результат Давайте запустим Проверим, что эта штука работает Мы должны видеть те же самые буквы и цифры Вот он One by one Господи, кто же придумал такое название Ну и как вы видите тоже статистика выполнения А, ну давайте наверное еще Нет Давайте теперь сделаем второй метод Который будет получать соответственно через агрегацию Ну я назвал его aggregated Здесь как раз мы формируем запрос на агрегацию То есть вот здесь вот aggregate pipeline Но мы формируем его так же как собственно говоря И эти записи теперь мы вызываем Пробегаем по всем Находим Запихиваем статистикс Вот эти айтемы И результат по идее должен быть тот же самый Давайте запустим проверим, что это работает Вот aggregated Вот выполняем Ну и как вы видите все то же самое Ну смотрите сейчас у нас как бы Давайте проверим Наш свагер умеет показывать Какое количество времени потребовалось На выполнение каждого запроса И соответственно нужно эту фишечку вкручить Это нужно вот сюда поставить Options В options Найти Display Request Duration Давайте запустим При новых обстоятельствах Выполнение Так у нас потребовалось 260 миллисекунд Отличный результат на самом деле Ну я так понимаю что с каждого раза Ну вот смотрите 35 миллисекунд Удивительно быстро Теперь сделаем агрегацию Выполним Смотрите 21 миллисекунда Ну в общем надо сказать что теоретически Вот 20, 21, 19 Эти методы работают одинаково быстро То есть никакой разницы нет Но надо понимать что у нас еще и записи По большому счету нет Давайте теперь сделаем вот что Мы подготовим сейчас Я подготовил скрипты для нагрузочного тестирования Мы сейчас переключимся в консольное приложение Давайте я открою новое консольное приложение Ой не так Вот так Вот И сейчас перейдем в папку Которая называется C По-моему называется Project C И Здесь у меня есть YouTube папка Давайте посмотрим что у нас тут есть Ls Вот Manga Exercise Ls Ой Здесь у меня уже есть скрипты Давайте перейдем в папку P6 И Вот собственно говоря что у меня здесь за скрипты Есть Давайте я их прям покажу Code One Нет Давайте покажу конфиг для начала Давайте все загрузим туда Ctrl Open Config Aggregate И Что там Вот так Смотрите у меня есть конфигурация Мы Я делал видео про K6 Здесь собственно говоря ничего нового нет У меня есть два метода которые буду дергать На API который мне запущен Первый One by one Будет запускаться вот в таком режиме То есть будет 10 пользователей Virtual users Если говорить более честно И у меня будет 4 стадии Сначала будет 10 секунд 2 пользователя Потом будет 30 секунд 5 соответственно Потом минуту 30-15 И в общем вот таким способом мы будем гонять Я скажу честно что вот это вот равняется вот этому То есть для другого где через агрегацию мы будем дергать те же самое время то же самое количество пользователей Ну это собственно говоря не знаю что нужно знать Давайте это закроем И соответственно давайте проверим что работает Да работает Вот она И смотрите что я хочу показать Я вот здесь поставлю одно окошко Вот здесь поставлю второе окошко И вот здесь запущу К6 Ой К6 Run Ну давайте One by one Понятно что ждать мы такое время не будем Я это перемотаю Мы увидим только результат Итак у нас есть первые результаты Можно видеть самые главные основные вещи Пока они тут рядом Нам интересен вот этот вот показатель Который говорит о том что у нас среднее время вызова было 11 миллисекунд Перцентиль 95 говорит что максимальное количество запросов отработало достаточно быстро Но были запросы которые были и 16 миллисекунд И надо сказать что минимальный 6 миллисекунд это вообще на самом деле очень круто И максимально 39 миллисекунд я когда кликал было 29 То есть как раз мы исключили из вот этой вот статистики по количеству миллисекунд Время отработки самого свагера Потому что мы 9 дергали напрямую Короче API И также нам важен вот этот вот показатель Смотрите мы сделали 1168 запросов в секунду Это очень много на самом деле И здесь показано какое количество пользователей было и сколько максимально Теперь давайте тот же самый запрос выполним для агрегации Это нужно сделать вот так Aggregation Поехали Ну и вот перед нами уже вторые результаты Давайте сравним количество запросов которые мы увидели Здесь на самом деле уже есть гораздо большое количество плюсов 3 миллисекунды 14 максимум здесь практически различий нет Но вот при цене 95 соответственно 90 уже вместо 14 по моему секунд здесь всего лишь 5 Ну а количество запросов которые мы смогли отработать Ну оно вот такое же То есть можно сказать что теоретически никакой разницы нету Ну это только начало Давайте я сохраню результаты Ну ладно я их сохраню Потом посмотрим на них с другой стороны Что дальше Давайте добавим еще небольшое количество записей Где-то тут у меня есть вот этот вот агрегейт By one вот Generate data Давайте добавим Ну у нас там 100 было Давайте добавим 900 И посмотрим Ну на самом деле очень быстро Всего лишь 114 миллисекунд 900 записей добавилось И теперь можно собственно говоря запустить еще раз тесты Те самые которые вот здесь Для начала проверим что они действительно добавились Ну я вот таким вот образом выполню Так есть Итого Итого Вот тысяча записей Все Можно запускать тесты Запускаем первый который называется one by one Ждем И так у нас есть результаты Давайте поподробнее на них посмотрим Нас интересует опять же duration Так У нас опять же 14, 13 максимальный 19 был по-моему 14 И Количество запросов Ну Смотрите-ка Почти не уменьшилось Вернее было 1100 там с копейками Сейчас Ну тоже 1100 Отличный результат Поехали в второй тест Отлично Отлично У нас есть еще результаты Давайте посмотрим Здесь у нас есть duration уже 3 И, ну, на самом деле, мало что изменилось, опять же, ну, видимо, где он, вот он, request, ага, 1178, практически ничего не изменилось, ну, и записи можно сказать, что у нас в базе также нет. Теперь, я сейчас сохраню результат, и мы добавим еще некоторое количество записей, это мы сделаем, нет, не здесь, это мы сделаем вот здесь. Так, у нас там сколько, тысяча, давайте добавим, ну, давайте добавим 100 тысяч, да, то есть нам нужно 2,99, 1, 2, 3, да, вот одно посмотрим, сколько времени на добавление будет. 520 миллисекунд, чудно, чудно на самом деле, давайте теперь здесь выполним снова тот же запрос, делаем выполнить, и посмотрим, что у нас их тут, да, 100 тысяч записей. Отлично, запускаем заново тесты, и, для начала, ну, пусть будет 1x1, поехали. Отлично, у нас есть еще немножко результатов, давайте посмотрим. Дюрейшн у нас получается уже, о, увеличился, средний у нас получается 269 миллисекунд, я напоминаю, мы обрабатываем 100 тысяч записей. И, кстати, персентель 95 всего лишь, не намного увеличен, ну, отлично. Еще, друзья, хотел бы обратить ваше внимание вот на эту цифру, ой, то есть, вот на эту цифру, и, собственно говоря, на то, что достаточно, ну, мощная машина, вот 60%. Я не знаю, слышно или нет на видео, как она гудит, ну, ладно, не важно, поехали дальше. Агрегейт на 100 тысяч. Так, еще одна порция данных, смотрим, у нас есть дюрейшн, и в этот раз он в разы меньше, то есть, если там было 230 и 269 миллисекунд, то здесь 35 и 43. Теоретически мы остались на том же уровне количестве обрабатываемых реквестов, в отличие от предыдущей реализации. Так, сохраняем результаты и добавляем еще пользователей. Давайте теперь добавим, так, у нас там 100 тысяч, давайте добавим 99 тысяч, чтобы у нас был миллион. Обработка запроса заняла уже 4 секунды, ну, даже, можно сказать, 5. Отлично, ну, и теперь осталось запустить заново. Ну, давайте пусть агрегейт будет первым. Запускаем. Отлично, у нас есть обработка миллиона записей. Давайте я проверю, что это действительно миллион. Так, обновить, скопировать. А, ёшкин кот, 1 миллион 90 тысяч, ну, ладно, неважно. Есть обработка новая, это у нас было с агрегацией, смотрите, 374 миллисекунды. Количество реквестов значительно поубавилось, было 1100, там, с копейками, а теперь всего лишь 800. Хорошо, давайте запустим следующий. Так. Отлично, у нас есть еще немножечко результатов для сравнения. Давайте посмотрим. Duration. Так. Так, смотрите, какая штука получилась. У нас количество реквестов упало до 302. А, давайте, так вот, количество реквестов теперь у нас 302, а не 800. И при этом, смотрите, duration у нас всего лишь 3, это, оказывается, секунды, а не миллисекунды. Значит так, у нас получается миллион, там, 90 тысяч записей, и каунт по одному у нас производительность упала, если было, если было, ну, в общем, в 100 раз получается. То есть, если раньше было там 30 миллисекунд, теперь 3 секунды, очень много, короче, на самом деле. Ну, хорошо, давайте сохраним скриншоты и запустим, допустим, на сколько миллион, давайте на 5 миллионов. Давайте сделаем не 5 миллионов, а пусть, давайте 5 и добавим. 5, 900, там 10, 1, 2, 3 добавим. Заодно просмотрим, сколько потребуется ему времени на того, чтобы выполнить этот запрос. И что-то сейчас у меня компьютер улетит. А вообще он выполнится ли? Смотрите-ка, выполнился за него всего лишь 28 секунд. Ну, нормально, давайте проверим, в базе появились ли у меня данные. Здесь тоже какое-то количество. Да, получилось 7 миллионов записей. Ну, интересно, давайте посмотрим, как это будет теперь тестироваться. Так, ну, давайте, ой, я закрыл нечаянно, давайте еще раз запустим приложение. Это можно тоже свернуть. И где у нас? Вот оно. Одно, вот второе. Давайте запустим с агрегациями, раз уж пошли они первые. Ну, и подождем еще немножечко. Отлично, все отработало. Проверим. Итак, у нас 7 миллионов записей. Среднее при использовании агрегации время у нас уже... Смотрите, как сильно изменилось. Это у нас уже 2 секунды на 7 миллионов повторяя записи. И перцентль у нас 2,9 секунды максимальный, хотя минимальный было 2 секунды. То есть это уже, на самом деле, очень долго. Ну, при этом количество запросов не особо сократилось. По-моему, там было 380, теперь 341. Хорошо, давайте запустим теперь на 1x1. Отлично, есть результаты. Давайте смотреть. Итак, duration здесь уже 20 секунд на запрос. Не знаешь, какой пользователь может столько ждать. И среднее количество реквестов 68. Ну что ж, сохраняем результаты. Давайте добавим еще немножечко запросов. В смысле, записи в базу и проверим в последний раз. Давайте в этот раз добавим... Ну, пусть будет еще 6 миллионов. Пока он создает, я покажу немножко свою конфигурацию компьютера. Да, смотрите, у меня 16 ядер, 24 логических, 32 мегабайта памяти. Ну, это чтобы было понятно, на каком железе все это делается. Так, успешно все добавилось. Опять же, 30 секунд. Хорошо, давайте сделаем очередную проверку, что действительно не добавились. Вот, побежали секунды. 3, 4, 5. Итого, у нас 13 миллионов записей. И мы запускаем тест, ну, в этот раз снова. Пусть будет агрегейт. Первый, поехали. Отлично, есть результаты. И у нас duration уже, смотрите, 4,7 средняя, 5,49%, 95, соответственно, минимальный 3 секунды. Но очень долго, на самом деле. Но при этом остаемся на 218 реквестов в секунду. Круто, на самом деле. Поехали теперь для 1x1. О, друзья, кажется, наш запрос завалил систему. Смотрите, у нас operation consult. В общем, надо понимать, что дальше продолжить смысла нет. Короче, 13 миллионов записей, по которым пробегается фильтрация с каунтом. Работает значительно хуже. Давайте остановлю счетчик. Ну, в общем, смотрите, получилось, как получилось. С агрегациями этот запрос обработался. 13 миллионов, 218 реквестов в секунду. А на 1x1, как говорится, все побахнулось. Operation was cancelled. Ну, дальше нет смысла продолжать. Я думаю, что, в общем-то, результаты понятны. Ну, и делайте выводы. Надо понимать, что компьютеры разные, серверы разные, мощности у них разные, выделены ресурсы на них разные. Поэтому все может варьироваться. В общем, можно свалить и на 100 тысячах, если сильно постараться. А можно и не свалить и на миллиардах записей. Хотя, наверное, это очень бессмысленно. В общем, вот такой вот вариант получился. Я на этом с вами прощаюсь. Если потребуется... В общем, проекты вы захотите провести свои собственные тесты, я пока его похороню на компьютере. Если потребуется, я выложу в гитхаб. Ну, в общем, будете тоже сами экспериментировать. В общем, еще раз повторю, пишите правильный код. Вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok